GTA Grand Theft Auto 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 Grand Theft Auto GTA Grand Theft Auto 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 Grand The где-нибудь на перекрестке, взять базуку и взорвать все к чертовой матери, после чего удирать от полиции по улицам города. Сценарий GTA 3 сложно назвать выдающимся, однако одно то, что в игре появился сюжет со скриптовыми роликами, было настоящим событием. Интересно, что в те времена братья Хаузеры еще не решались дать главному герою имя. Они считали, что в таком случае игрок не сможет ассоциировать себя с ним, и это повредит атмосфере игры. Несмотря на то, что в GTA 3 имя главного героя нигде так и не прозвучало, в GTA San Andreas его можно видеть с Каталиной, где она зовет его Клодом. Самое интересное, что главного героя второй части тоже звали Клод, Клод Спит. Это дало повод для слухов, что герой второй и третьей части – одно лицо. Но вернемся к сюжету. Итак, безымянного и безмолвного главного героя по имени Клод при ограблении банка подставляет его подружка Каталина. Продолжение следует... Но тот выживает и отправляется прямиком за решетку. По удачному стечению обстоятельств Клода вместе с другим заключенным Эйд Боллом освобождает при транспортировке колумбийская группировка. Вместе они скрываются от полиции. В поисках работы и покровителей Клод попадает в сети итальянской мафии, где начинает свой путь к вершине преступного мира – Либерти Сити. Его первого работодателя зовут Фидо. Надо сказать, прозвище это многозначительно, ведь в английском это шутливая кличка собаки, вроде нашего Бобика. Впрочем, долго Клод с ним не проработает. Довольно быстро герой обращает на себя внимание самого Леоне Сальваторе, главаря итальянской мафии. Выполняя грязную работу, он знакомится с женой босса Марией, которая довольно открыто ему симпатизирует. Почуяв неладное и опасаясь растущего влияния своего протеже, Сальваторе решает устранить Клода. Не без помощи Марии Клоду удается сбежать под покровительство другого мафиозного клана – Якудзи. Получая задания от девушки по имени Асука, склонной, кстати, к садомазохизму, и работая на продажного копа Рея, он знакомится с медиамагнатом Дональдом Лавом, который позже еще встретится нам в GTA Vice City. Дональд с помощью Клода разжигает войну между группировками Liberty City. В результате его действий колумбийцы вместе с Каталиной убивают Асуку и похищают Марию. За ее освобождение бывшая подружка героя назначает выкуп в 500 тысяч долларов. Во время передачи выкупа Каталина опять пытается обмануть Клода, но тому удается в очередной раз избежать смерти. После скоростной погони за вертолетом неудачницы, Клод убивает взвод колумбийцев и в конечном счете ее саму. Сюжет GTA 3 запоминается исключительно своим неожиданным финалом. В последней сцене главный герой идет с Марией навстречу солнцу, но та вместо того, чтобы поблагодарить его за свое спасение, рассуждает о том, как она подвернула ногу. Исход диалога неожиданный. Помимо основного сюжета, GTA 3 предлагала игроку массу развлечений. Liberty City не зря переводится на русский как город свободы. Здесь игрок мог в любой момент плюнуть на сюжет и устроить тотальную резню с применением всех подручных средств, включая бейсбольные биты, огнеметы и сами автомобили. Одной из скандальных возможностей, вызвавших много обсуждений в мировой прессе, стала способность восстанавливать здоровье с помощью проституток. Расширилась и сфера мирных профессий. Игрок мог работать полицейским, пожарным, таксистом или водителем скорой помощи. Достаточно было сесть в соответствующий автомобиль. Были и так называемые миссии Rampage, то есть ярости, когда игроку за определенное время надо было уничтожить энное количество врагов или простых горожан из определенного вида оружия. Кроме того, в GTA 3 была заложена странная традиция «собери 100 пакетов», характерная для всех последующих игр третьего поколения серий. В отдаленных местах и закоулках были спрятаны так называемые пакеты, за собирание которых игрок получал дополнительный арсенал, доступный возле его убежищ. Собственно, сами убежища и гаражи возле них были важным нововведением. В них игрок мог в любой момент сохранить игру и понравившийся ему автомобиль. Впрочем, многие пережили не один раздражающий момент, связанный с гаражом. Иногда автомобиль из него все-таки исчезал, зачастую к машине было тяжело подобраться. Именно поэтому в четвертой части сейв-зоны для автомобилей начертили прямо на асфальте. Всего в игре было представлено 54 вида транспорта, включая три лодки и даже один самолет с обрубленными крыльями. Либерти Сити был разделен на три больших острова, доступ к которым открывался по мере продвижения по сюжету. Нежелавшие пользоваться наземным транспортом могли воспользоваться услугами метро. Правда, как и в реальной жизни, это было медленно и неинтересно. В игре сохранились многие особенности предыдущих частей. Так, например, если игрока ловила полиция, игра не заканчивалась. Герой просто появлялся возле ближайшего полицейского участка без оружия и со слегка опустевшими карманами. То же самое происходило и в случае его смерти, только появлялся он возле больницы. Несмотря на то, что игра переехала в полное 3D, игроки могли всегда включить старый вид сверху. Разработчики не забыли и о радиоприемниках, которыми были снабжены машины как в первой, так и во второй GTA. В третьей части радио никуда не делось и даже наоборот стало неотъемлемой частью атмосферы игры. В Liberty City было несколько радиостанций, вещавших в режиме нон-стоп. На них крутилась как оригинальная, так и лицензированная музыка, выступали игровые персонажи и демонстрировались уморительные фейковые рекламные ролики. Самое интересное, что рекламируемые в GTA 3 компании имели собственные сайты в сети, специально созданные Rockstar. Вообще игры компании всегда славились глубокой ироничностью и сарказмом. Так, например, в GTA 3 есть миссия под названием «Двуликий Таннер», в которой нужно убить полицейского, беспомощного вне машины и очень странно передвигающегося, прямая отсылка к серии «Драйвер». И уж не говоря о бесчисленных шутках, отпускаемых персонажами по ходу. Перед выходом GTA 3 Rockstar даже запустили сайт вымышленной газеты Liberty 3, которая знакомила геймеров с сеттингом посредством публикации новостей из жизни Liberty City. Новые скриншоты появлялись в виде фотографии на ее страницах. Также из нее можно было узнать о предыстории третьей части. Газета проработала 9 месяцев. Для озвучивания игровых персонажей были привлечены голливудские звезды второго плана, такие как Майкл Мэтсон, Фрэнк Винсент, Джо Пантолиано и Майкл Рапопорт. GTA 3, как и все последующие игры серии, вплоть до San Andreas, использовала движок Renderware. Несмотря на то, что GTA 3 является самой старой игрой из третьего поколения GTA, на ПК она является самой требовательной и неотлаженной. Это произошло из-за того, что Rockstar, по-видимому, не освоили к тому моменту все тонкости движка. И игра отрисовывала все объекты вокруг игрока, даже если они были скрыты за стенами или внутри зданий. Зато Renderware поддерживал динамическую смену погоды и времени суток, а местный дождь не обсуждал лишь ленивый. В последовавших продолжениях движок уже оброс необходимыми оптимизациями и был даже чуть менее требователен к железу. Версия GTA 3 для ПК получила куда более долгую жизнь, благодаря обилию пользовательских модификаций и добавлений. Гибкий движок позволял видоизменять игру практически до неузнаваемости, заменять машины и оружие, устанавливать новые скины, добавлять новые локации, вроде Статуи Свободы или парков аттракционов и даже устроить зиму в многострадальном Либерти Сити. Более того, народные умельцы умудрились прикрутить GTA 3 мультиплеер. Мод под названием Multithept Auto позволял хоть и нестабильно, но поиграть по сети. Поскольку игра вышла в конце 2001 года, она попала под волну страшнейшей цензуры, связанной с событиями 11 сентября. Rockstar даже пришлось отложить игру на три недели. Тем не менее, заметных изменений внесено не было. Так, например, полицейские машины сменили традиционную для Нью-Йорка синюю раскраску на черную, характерную для полиции Лос-Анджелеса. Также из игры был вырезан персонаж Даркел, весьма агрессивно настроенный гражданин, который желал разрушить городскую экономику с помощью терактов. Именно он должен был выдавать рампейджи, а в число заданий для главного героя, получаемых от Даркела, должен был входить самый настоящий теракт. Клод должен был угнать фургон с мороженым, привлечь внимание горожан, а затем взорвать его в толпе. Для персонажа уже даже была готова озвучка, и он был упомянут в мануале к игре. Кроме того, из-за событий 11 сентября пострадал кукурузник Додо, которому подрезали крылья. Летать на нем в игре было можно, но очень сложно. В самой массовой серии GTA 3 для PlayStation 2 нельзя было отстреливать людям конечности. Эту возможность можно было активировать только с помощью чит-кода. В версии для ПК она была оставлена и включена по умолчанию. Также под цензуру попали такие игровые персонажи, как дети и старики на костылях, а из автопарка изъяли школьный автобус. Конечно, GTA не могла остаться без внимания со стороны прессы и борцов с насилием в видеоиграх. Телевидение не раз показывало кадры, где игрок взрывал машины и убивал прохожих, а потом и приехавших полицейских и сопровождало это пугающими комментариями. Особенно западную общественность возмутил тот факт, что игрок мог воспользоваться услугами проститутки, а потом убить ее и забрать деньги. За многие противоправные действия игрок получал деньги, что также стало объектом критики и возмущенных возгласов. Именно из-за GTA 3 крупнейшая торговая сеть Walmart заявила о том, что будет куда тщательнее проверять возраст покупателей видеоигр. Также с игрой связана серия трагичных инцидентов, когда американские подростки, переиграв в GTA 3, брались за реальное оружие. Конечно, доказать прямую связь между игрой и их действиями не удавалось, но один из инцидентов дал старт карьере скандально известного адвоката Джека Томпсона. В 2003 году двое подростков, братья Уильям и Джош Бакнеры, застрелили своих сверстников из огнестрельного оружия, а на суде дали показания, что сделали это под влиянием от игры в GTA 3. Родители убитых детей подали в суд сразу на Rockstar, Sony, Walmart и Take-Two Interactive. Иск составил 246 миллионов долларов. Адвокатом со стороны потерпевших и выступал хорошо известный ныне Джек Томпсон. Rockstar удалось доказать, что их творчество находится под защитой первой поправки Конституции США, обеспечивающей свободу слова и выражение взглядов. А в конце 2008 года Томпсон лишился лицензии после того, как его коллеги проанализировали деятельность юриста за несколько лет и нашли больше полусотни нарушений. В целом, GTA 3 стал вехой. Для всех. Для самой серии, для индустрии, для людей её обсуждающих. Эта игра породила целый жанр и оказала огромное влияние на судьбу PlayStation 2. Тогда, в 2001, о ней не говорил лишь ленивый. Только в 2002 она появилась и на PC, а на Xbox и подавно в 2003. Конечно, далеко не всё в третьей игре было идеально. Многим не понравилось отсутствие мультиплеера, другие сетовали на банальность сюжета, третьим не пришёлся по вкусу безымянный молчун главный герой. Но всё-таки GTA 3 была огромным качественным скачком для игр с открытым миром. Это был новый жанр – GTA, который в будущем породит кучу подражателей и достойных сиквелов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok